Приветствую, друзья. Какой самый дикий запрет в связи с выборами приходит вам на ум? Я понимаю, сходу ответить тяжело. На протяжении последних 20 лет власти постоянно что-то запрещают. Баллотироваться, создавать блоги, регистрировать партии, встречаться с избирателями, агитировать, наблюдать. Это возмутительно, но это объяснимо, иначе они просто проиграют выборы. Но что если я скажу, что власть вообще запрещает говорить про кандидатов без их персонального разрешения? Не верите? А это так. И это просто смешно. Как можно запретить упоминать кандидата на публичную выборную государственную должность? Я уже много раз рассказывал про наш сайт с информацией о кандидатах в депутаты. Главная задача сайта – донести до вас информацию, кто из кандидатов поддерживает новый срок Путина. И за кого поэтому нельзя голосовать ни в коем случае. Но при этом, конечно, на сайте много другой полезной информации о кандидатах, в том числе партийная принадлежность, от кого выдвигается, по какому округу, чем прославился, ну и краткая биография. Полезная, в общем, информация, но не то, чтобы уж очень секретная. Номер паспорта и пин-код, ну, от карточки, мы, например, не публикуем. Все в пределах приличий, по высоким политическим стандартам. Каково же было наше удивление, когда мы получили письмо от кандидата партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Рафаэля Харрисова. Уважаемый Рафаэль, Ижбулдович требует от нас удалить с сайта размещенную без его разрешения персональную информацию, к которой он относится, свою личную фотографию и некую недостоверную информацию провокационного характера. Ну, по поводу фото, я могу поднять расстройство уважаемого кандидата. Я сам человек публичный, фотографируют меня все, кому не лень. А потом смотришь, здесь подбородок тяжелый, тут выражение лица неудачное, там очки бликуют. В общем, сплошное расстройство. Поэтому мы сразу отписали господину Харрисову. Мол, каемся, фото взяли в интернете, пришлите нам удачное, поменяем. А вот по поводу недостоверной, провокационной и прочей информации, даже не понимаем, о чем вы. Ничего не ответил нам Рафаэль Ишбулдович. Потому что, как выяснилось, уже написал на нас жалобу в Роскомнадзор. И Роскомнадзор откликнулся на просьбу кандидата и прислал нам гневное письмо. Из которого, во-первых, понятно, чего так испугался кандидат Харрисов. А во-вторых, виден масштаб идиотизма запретительного законодательства и его репрессивный потенциал. Ну, сначала о втором. Роскомнадзор настаивает, что фотоизображения кандидатов в депутаты Государственной Думы и сведения о членстве в политической партии являются персональными данными, которые разглашать без согласия обладателя нельзя. В связи с чем руководитель башкирского Роскомнадзора Сикнин требует эту информацию удалить. И грозит ответственностью. Я, честно говоря, от такого захода вообще прифигел и пошел к юристам. Те говорят, да, есть такой закон о персональных данных, который, если строго понимать, запрещает публиковать в целях политической агитации информацию о любом человеке, если она позволяет его идентифицировать. То есть, если вы ставите в Фейсбуке или в Твиттере фотку президента и подписываете, Путин Владимир Владимирович поддерживает партию жуликов и воров, то вы незаконно распространяете персональную информацию. И нет никаких исключений для публичных людей или для политиков, или для людей, претендующих получать следующие пять лет, между прочим, внушительную зарплату из вашего кармана. Это совершенно безумная ситуация, которую даже тяжело объяснить нормальному человеку. Закон о персональных данных должен защищать простых граждан, чтобы всякие альтернативно одаренные коррумпированные товарищи из госорганов не сливали ваши данные направо и налево. Но они-то как раз продолжают это делать. А закон, как мы видим, применяется, чтобы скрывать информацию о кандидатах в депутаты. Тут у вас, вероятно, уже возник вопрос, а ради чего кандидат Харрисов затеял весь этот сырбор? Это же бессмыслица. Зачем кандидату в депутаты скрывать свое лицо и свою партийную принадлежность? Это же, наоборот, бесплатная реклама для политика. И тут я с удовольствием расскажу все. Захотел кандидат Харрисов протестировать, как работает эффект Стрейзанд. Давайте мы поможем. Дело в том, что информацию о Харрисове мы нашли на сайте «Единой России». Вот полюбуйтесь. И получается, что муниципальный депутат от «Единой России», участник праймерис «Единой России» и член этой партии, согласно ее сайту, баллотируется в Думу от другой партии. А это не только странная стеснительность, но и прямое нарушение закона. Именно поэтому кандидат Харрисов откопал спящую норму закона о защите персональных данных и привлек Роскомнадзор, чтобы все это скрыть. Я уж не знаю, стесняется ли кандидат Харрисов членство в партии жуликов и воров. Или, наоборот, пересмотрел свои взгляды и считает «Единую Россию» рассадником коррупции, но забыл прекратить в ней членство. Или просто трезво оценивает шансы «Ядра» и считает, что от другой партии легче пройти в Думу. В общем, возможно, на этом участке явный «Ядрос» будет соревноваться с «Ядросом тайным». Надеюсь, коллеги из «Умного голосования» это заметят. В любом случае, давайте поможем Харрисову, чтобы о нем, его членстве в «Единой России» и попытках использовать Роскомнадзор узнало как можно больше людей. Это было бы правильно. Никакую информацию с нашего сайта мы, конечно, удалять не будем. Как вы могли заметить, власти беспрецедентно зачистили информационное пространство перед выборами. Последней жертвой этого давления стал телеканал «Дождь». Пистиция буквально два часа назад опубликовала разъяснение по поводу включения дождя в реестр иностранных агентов. Документ опубликован на сайте ведомства. Конечно же, «Дождь» не является никаким иностранным агентом. Это чушь и по сути, и по форме. Но крупные медиа, медиа с рекламой, с подпиской, достаточно уязвимы перед любой атакой властей. А для моего канала «Письмо Роскомнадзора» это повод не убрать информацию, а сделать ролик. И это, к слову, важная для вас причина подписаться на мой канал. Тут будет информация даже тогда, когда ее везде запретят. А запретить еще больше точно попытаются. Вы же видите, что происходит в преддверии выборов. Путину отчаянно нужна послушная дума. Она плохо складывается. Телевизор вот контролируют. Первой на старт вышла «Единая Россия». Центр избирком контролирует. Все силовики работают на решении задачи. Но этого уже не хватает. Путин уже и так выступил на съезде «Единой России». Я приветствую всех вас на съезде «Единой России». И эдак. «Единая Россия» – это прежде всего партия социальной направленности. Все равно не заходит. Рейтинги не к черту. Вы же понимаете, его обещание денег пенсионерам и военным – это уже от отчаяния. Это же классический прямой подкуп избирателей использования служебного положения в интересах одной партии. Если Путин на это идет, значит, дела «Единой России» совсем плохи. Это значит, уже не хватает того, что всех оппонентов либо не допустили, либо посадили, либо выдавили из страны. Это значит, что реальный уровень поддержки не только «Единой России», но и самого Путина очень низок. А значит, мы все правильно делаем. И надо продолжать работу в том же направлении. Надо публичить кандидатов, выступающих в поддержку Путина. Надо призывать голосовать против них. Надо создавать путинской власти столько проблем, сколько мы можем, чтобы она уже, наконец, перестала создавать проблемы нашей общей стороне. Счастливо вам. И отдельный привет нашему зрителю из Башкирии Харисову Рафаэлю Ижбулдовичу.